Сегодня мы делаем видео из нашего нового офиса. Это Новопресненский переулок, дом 3, офис номер 2, второй этаж. Не заблудитесь, это метро Брикадная и Кольцевая Краснопресненская. Ну и самое главное, это консульский отдел посольства США в Москве, Новинский бульвар 21. Идти от нас до того места, куда мы отправляем своих клиентов ежедневно, ну где-то минут 10, максимум 12. Небыстрым шагом. А, еще парковка. Мы находимся в пределах Садового кольца, и парковка здесь бесплатная. То есть здесь можно найти места, где можно запарковать машину, и это не будет стоить вам ничего. Итак, мы сегодня поговорим о исполнителях, тех людей, которые подхватывают вас с самого начала и доводят до американской визы. Исполнитель. По каким критериям мы себе находим исполнителя? Как мы в числе на рынке очень много людей, большого количества исполнителей в кавычках, находим своего действительно профессионала, который доведет вас до конца, и несмотря и вопреки, поможет вам получить американскую визу, либо другое право на въезд в США. Ну, прежде всего, сейчас у нас уже выработалась своя практика, то есть мы видим, как это происходит. Ну, прежде всего, наверное, это расположение. Давайте я сейчас здесь распишу то, как человек выбирает себе исполнителя, и так, как нужно выбирать для себя исполнителя. И скажу, почему важно, чтобы исполнитель избирался не вот по таким вот критериям, да, по расположению, там, либо второй язык, что немало важно. Так, первое расположение. Есть два варианта. Людей, которые оказывают услугу и их территориальность. Первое – это люди, которые находятся рядом с вашим домом. Часто к нам обращаются ребята с отказами, которые говорят, вот, у нас прямо рядом с домом, там буквально три минуты пешком, находится офис туристической компании, которая нам помогает сделать визу. Они взялись нам помочь, но в итоге они нас завели в отказ. То есть, а второй момент, второй вариант – это когда люди находятся в США. У некоторых есть предпосылки, вернее, предубеждения, что если человек находится в США, то 100% мы получим визу. Так ли это? Поговорим об этом позже. Расположение. Либо человек находится рядом, либо человек находится в США, и для вас он уже как будто бы исполнитель, и он компетентен вам помогать. Второй момент – язык. Сейчас мы приехали из Бишкека, я сделал там несколько семинаров для людей, но для многих очень важно, чтобы ваш исполнитель говорил на вашем языке. Ну, не знаю, должно ли так быть. Кстати, 99% туристических агентств в Бишкеке и в Ташкенте занимаются американскими визами. Они с удовольствием на вашем языке расскажут вам про то, какие они хорошие. Но получите ли вы с ними визу? Вопрос номер два. Третье. Это реклама. Все, наверное, знают такое слово – сарафанное радио. То есть, приходит Вася и говорит, слушай, там Петя сидит, и Петя мне визу помог сделать. Все, все побежали к Пете, потому что Петя всем поможет. И еще даже такое бывает, что вот я к нему пришел, вообще мимо проходил, заскочил случайно, потому что рекомендовали. Визовая история нулевая, подготовка нулевая, и я получил визу. Какой Петя молодец, он нам помог. Ну вот, буквально сейчас это видео мы сделаем, и я сделаю еще один ролик по поводу того, как люди и национальности, и граждане стран въезжают в Соединенные Штаты, какие там есть барьеры и главная цифра. Так вот, человек попадает по рекламе, вот он наш человек, по сарафанному радио, говорит, вот, я был неподготовленный и получил визу. Смотрите, у каждого консульского отдела, сделаем это КО, неважно какой страны, есть определенные статистики, статистика по цифрам, в процентах, или даже не в процентах, а конкретно в количестве. Ну, как это выглядит? Например, для граждан той или иной страны, именно вот в этом консульском отделе, нужно дать, допустим, 70 виз за неделю. Туристических виз. Ну, неделя заканчивается, четверг, а они выдали 65 виз. Ну, многие из вас знакомы с плановой экономикой, с СССР. Это везде на каждом углу можно было узнать, и это везде пропагандировалось, плановая экономика, все в цифрах. Здесь то же самое. 70 виз нужно дать, далее 60, там, допустим, 5. Нужно закрыть неделю, дать 70. Приходит Петя от Васи, неподготовленный вообще, и вдруг ни с того ни с сего получает визу. Вы думаете, ему повезло? Неа. Все дело в цифрах. Это просто рулетка, просто человек оказался в нужное время, в нужном месте. Но Вася, который его отправил, получил за это большую сумму денег, и теперь Вася, Вася находится в авторитете. Теперь Вася что делает? Он берет просто, и он оказывал услугу за 3 копейки, теперь это будет стоить в 20 раз больше, и все пойдут к Васе, потому что у Васи, типа, были положительные решения, и он делает визы, какой хороший Вася. В итоге Вася бегает из страны в страну, потому что он находится в розыске, он собрал большую кучу людей, большую кучу денег, у него массовые отказы, Вася в панике, он не знает, что сделать, как же быть. Такая ситуация сплошь и рядом, мы с ней сталкивались. Потом в итоге Вася становится посредником и начинает искать исполнителей где-то там, в каких-то городах. Также мы столкнулись, была девушка из Бишкека, которая привела к нам в офис. Большой группы людей, но многие уже были с ней с отказами, мы начали ими заниматься, она потом начала и там делать ошибки. В общем, в итоге, мы приняли решение открыть свое представительство в Бишкеке. Он, кстати, по Киргизии. Так вот, расположение, язык и реклама. Три вещи, которые формируют для Вас образ исполнителя. Теперь вопрос к Вам, дорогие наши подписчики и будущие клиенты. Когда у Вас что-то болит в теле, куда Вы идете? Вы выбираете именно по таким принципам? Ну, вот у меня болит зуб, слушай, сходи вот к нему. Он не врач, но он поможет. Я тебе гарантирую, вот у меня недавно была проблема с зубом, и он мне помог. И Вы пойдете к нему? Неа. Вы пойдете к медику, который имеет образование, который в белом халате, который при клинике, который имеет лицензию. Любой человек, который сказал, я буду заниматься этим, и который получил определенное знание, занимается именно этим направлением. И тогда он компетентен, и тогда он доводит людей до конечного явления. Другой момент. Многие из нас едут в Израиль, в клинику. Вы говорите на разных языках, но тем не менее, вы едете в Израиль, потому что там авторитет, потому что там лучшие врачи. То есть, второе, я Вам разбиваю, язык. Не имеет значения. Расположение. Вы готовы поехать в клинику на другом конце мира, потому что там профессионалы. Так почему же Вы, когда себе хотите сделать американскую визу, Вы идете и определяете исполнителя по территории, близко, далеко ли, по языку и по рекламе. Правильно ли Вы делаете? Вот теперь возьмем нашу компанию Атлант. Я лично юрист. В 2006 году я закончил вуз, и с 2001 года по 2006 год. Каждый Божий день я учился очно. Я ездил и изучал то, что мне нравилось. После этого я имел практику. Я занимаюсь уже больше 10 лет тем, что мне нравится. Тем, на что я учился, и что я имею диплом, я имею компетенцию. Я знаю, если, допустим, человек у меня зашел в тупик здесь, я знаю, как Вы вывезти из этого. Доверяйте свою визовую ситуацию, доверяйте профессионалам. Не делайте ошибок. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadfizvisa.com Последние буквы z, не путайте, .com Нашу группу в Facebook. И, кстати, я сейчас уже организовал группу ВКонтакте. Подписывайтесь и там. Я сделаю пост в Facebook с ссылкой на нашу группу ВКонтакте. Всем всего доброго. Пока.